И она, женщина, приходит, говорит, почему вы меня, говорит, изменником, а люди не называете? И я говорю, как почему? Автор ролика не призывает вас к ненависти. Данная видеопостановка, а все участники актёры. Также мы не пытаемся никого оскорбить. Сходство с реальностью это совпадение, а все персонажи вымышлены. Да ладно, да ладно, я ж тебя знаю. Нет, то, что вы меня знаете, я не спорю, но вы тянете сейчас прикол, вы так не считаете. Не, ну вот это Путина, конечно, я бы не советовал вам оскорблять. Знаете ли, он страну вам поднял, вы сейчас идите оскорбляйте его. Что за позор? Чего он поднял? Ну, армию России с колен поднял. Буквы игры поставил? Не, ну знаете, поднял. Знаешь, как с колен поднимается, а руки не поднимаются. Да, дед, вот это не надо. Давайте, был из-за Путина, я знаю. И, кстати, я вас не переключил, а просто я переключил коробки. Я вас же не видел, вы лицо не показывали, поэтому как-то... То ты с Винницы, то ты чердовцы, то ты из Молдавии. Ты хоть сам знаешь, где ты живешь? Ну, вообще-то я с Румынии. А, точно? Ну, думайте, как хотите. Не, ну а что вы думали? Так мы же хитрые, мы же... Знаете ли, у меня тут есть еще один канал, называется Как заработать в интернете. Было бы неплохо, если бы вы на него подписались, тем самым поддержав его. Информация вся будет подробной в описании. Тут я рассказываю про заработок в интернете, про сайты, на которых можно заработать, про раскрутку в соцсетях и так далее. Вы что-то там себе напутали. Да ладно. Я подойдусь и был. Что вы вот это хотите сказать, что у меня есть какой-то там акцент? Чем-то овца был. Ну. Ну. Не, с одесским акцентом, конечно, вот это. Ну, слушайте, вот давайте, что в России плохого? А ну-ка мне скажи, что там хорошее. Но я же ни разу не был в России. Я буду пальцы загибать. Пять пальцев поднимаем. Давайте, что в России хорошее? Давай. Много людей. О-о. Да. Что-то вы не с того пальца начитаете, ну ладно. Потом. Дальше. Как, не война. Много людей. Тоже загну пальцы. Окей, я тоже загибаю, да. Вот. много людей не война люди не голодают как что холодает выгодить дед сотрите вуз сзади какой склад продовольствия а вы вот это наверное что-то там где-то откуда тесты взяли сейчас у вас там есть короче нормально что пожар ну вот смотрите много людей не война нету девяностых нет как нету что у вас сейчас девяностые они с них не выходи да ладно я тебе говорю в шестнадцатом году я ездил туда вот карбандин на балкан сел на фон у человека не было категории он меня взял я там охраненел я в девяностые годы еще в узбекистане когда я жил ездил в советском союзе еще когда был вот тогда если едет дальнобойщик стоит мент ты останавливаешься и почву дань вот эта фигня у них сегодня до сих пор так ты считаешь они с девяностых годов даже не выходи по сути да но это же не вся россия в смысле ну это же не вся россия не везде да да я туда ездил туда как его в арбюрниш в арбянск то же самое в арбюрни остановили у моего напарника нету категории пять штук ему так заломили откровенно уже по сути нету выгоды ехать да уже нету нету выгоды ехать не ну ездим а куда деваться ну давайте дальше считаем вот подожди вот подожди вот у нас здесь когда мы жили в украине у нас допустим молодой пацан шоу закончил да ему мамка там купила ну дневую шестернушку там или копеечку жигули он здесь запустим купил чеснок повез в компании два года чем не два года он уже на бусике едет на фонде там каком-нибудь на мэрис и десе уже а вот два года назад у нас наплыв на чеснок был оттуда понаехали вот эти газели обшарбанные это жутко было на них с макарней вот так они там живут ты понял меня ну давайте дальше считаем но люди негалада и это до того это было до все таки еще платят пенсии такую но вы уж полчаете ну я ладно там кого-то наебал clayel купил но получать ну да а сколько вас рублей пенсии у меня 18 половины и у меня свой магазин все более а вы по национальности кто а догадайся украинец а как я вот а как я мог не знать что а точнее но украинец по паспорту так а по национальности не а кто загадайся ты же безумный хлопчик но евреи до поляк не русский угориц молдова крымский татарин ах ты какой у меня кстати имя татарской да ты у тебя казанская татаринская почему-то ну да имя у меня потому что я уже задолбался объяснять если бы у меня был бы кто-то татарин казанский я бы сразу сказал и даже похож я знаю я знаю я похож на татарин у меня тетя вышла замуж за татарина у них это не пойду я же почему тебя хотел с тобой вообще не да я не это самое если бы я был бы я бы сказал что я татарин что за привычка да я бы сказал какой смысл мне скрывать что же я татарин вот скажите нет и этим москалям можешь втерлять а мне не надо я я и так лишь что ты наш вот ты ты мне хоть чё говори да я мне уже почти 60 лет но я много через жизнь повидал но ты вот если ты сейчас ко мне в гости поднешь мне скажут что ты мой племянник я подождите подождите вот у меня голубые глаза если что не черный да это ничего не означает я выключи свет а то вы могут только тратить да ты хоть чё там делай ой что-то я не то выключил да не я не скрываю свои сибы был бы я бы татарином я бы сказал что я статарин что у меня дед украинец все украинцы у всех фамилии на юг заканчивается если бы я был бы чуть-чуть татарин я бы сказал сегодня были ну да ринат я же вам сказал тетя вышла замуж за татар может вам еще фамилию сказать ну смотрите мы все боремся блогеры с теми я не говорю просто мы боремся совсем просто мне неприятно то что вы думаете что я скрываю свою национальность я не скрываю да 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 конечно мы боремся с теми сватниками с теми кто скрывает свою национальность я а вы сами с крыма сейчас да ну да а так я думал что вы с какого-то российского села крымское село ты нормально там это в россии не все-таки города как крыму села так ну да ну так и что вы хотите вот могу вородецкие не знаю может что я в молдове живу там же много молдаван в одессе так как-то знаете сформировался не ну многие кстати мне говорят что я еще еврей я если был бы евреем то сказал я кстати в четырнадцатом году когда отдыхал в дворской области со мной отдыхал молдаванин женой честно я и уж не молдавский не знал он женой именно общался на молдавском а жена вообще на одну сам несколько слов только знал ну да вот и он когда уезжал оттуда он собой воду набрал или песок 600 воды набрал 600 литров воды да это это может быть такое может быть ну у нас бывает что и мы ну мы больше набирали не воду а песок и ракушки были в одессе но я был в одессе сам по моему то ли три то ли четыре раза до четыре раза и в одесской области было в затоке если знаете есть такая там один раз я был санаторий чекаловка есть такой николаев это я все я ездил я поднялся водитель дальним бойчиком был я поэтому так давай тебе один анекдот обнискать появился в четырнадцатом году после оккупации камима стоит по грамме нижнему камеринский идет собачка жучка там не то что гавкать там даже тявка ведь нельзя это знаете как в одессе говорили лучше мы будем по украинскому разговаривать чем по-русски молчать но то что свобода слова это как бы сразу ясно россия в плане экономики меня хотя как говорил степан бандера что народ который продался в общем вы знаете это да вот это который обменял свободу на хлеб потом теряет и то и то и получил и то и то так оно и есть вот у меня у жены двоем без составлял в судаке гостинице по неукоррении они за сезон поднимали 125 тысяч долларов 100 тысяч долларов 135 тысяч долларов за один сезон это сезон это четыре месяца три нет тогда было шесть месяцев а дата ну типа они начинают чуть ли не в апреле приезжать некоторые да то есть это они получаются когда у них очень был в гостях у них получается где они сами живут и взяли на подлете в участок там еще гостиницу поставили два этажа и сыну дом ставлю или котлован большой вырвали это осенью они его начали заливать весной они уже к сезону они уже запустили там и даже сверху я не считаю уже нижний так подвальное помещение как они называют вот а в этом году мою жену они почему-то приглашать летом в гости хотя летом они сами даже сам свой дом в котором они живут они сдавали его сами куда-то подсобку уходили ну понятно там в гаражах вот бывает а то есть они тоже болели за русскими да ну потому что они с бомбер не ехали сюда откуда с бома это где бомбан не знаю что великое советское владимир старой к было байкало-мурдинская магистраль а я понял а как вообще но именно настроение крымских татар они вот больше за украину или за россию знаешь где-то в году так 14 конце может быть 15 начале есть такой телеканал дождь если ты слышал но знаю знаю тогда он был свободным мы его смотрели без всяких проблем на эту передачу пригласили 1 миссийского детского писателя эдуард до успенского смысл вот ему задали вопрос что по мне исходит в области он сказал это для себя для столусь на две части 90 партицентов идиоты 10 умные я ведь себя отношу к десяти тут я уже себе такой вопрос задом получается крымский татар 90 партицентов умные только 10 идиоты все-таки есть и среди крымских татар ватники тоже да ну да есть не без них никуда ну у нас их 10 не 90 но я знаю я знаю что большинство у вас все-таки нормально про украинской а вот греки вы же общаетесь с греками честно вот здесь я их не вижу ну а так вообще они у нас были я с ними общался здесь я с ним не встречался смысле казанские ну у меня же дядя казанский татар не ну казанский татар где-то казанские нет так я про них мы переходим и не про крымских мы про казанский а чем отличается крымский от казанский вот смотри когда я жил в узбекистане на у нас были казанские татар не были мусульмане и были комиссия не у меня родственники христиане вроде как вот ну вроде как я точно не скажу вроде как мусульманских ну как сильно очень сильно но это по жбекистану а здесь здесь их нету поэтому я даже нет есть вот у меня здесь в соседнем селе один но он такой нахуй за путина это получил нет и хочу сейчас получить меньше сестры сделать и я тоже да я хочу а кстати насчет румынии вы знаете что есть дунайские татары в румынии жил но я больше ничего не знаю кроме того что они тоже мусульмане идут подожди вот где-то были выбор не по-моему не там у них под ними женщина стала это у них сейчас а я не знаю может быть в румынии может быть в смысле и в любой нормальной цене женщина стала может быть не может быть точно тоже в румынии однако да в румынии савилл шайдек родилась а савилл шайдек родилась 4 декабря 1964 года в кустанце это румыния и и мак вот кстати насчет кустанцы там есть как раз таки татарская церковь не церковь а мечеть да меня кстати крестили в румынской церкви а кстати насчет его меня крести по сути у меня тетя есть не тетя а у нас получается у украинцев это ну не только украинцев в общем ну те кто христи православные у них же есть типа детей крести и те кто крестит в общем или те кто венчает нас нет не 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 у нас подруга у нас нам называется крестный отец это на ну ну хоть я не особо я как бы атеист вообще но я просто говорю за культуру в общем то вот типа ну как бы против других вер ничего не имею если вы так у меня девушка вообще была мусульманка вот с казахстана казахстан а в общем то по моему еще одна девушка тоже было нас две девушки меня были мусульманки я хочу сказать о том что у меня по сути крестил а азербайджанец который мусульманши но типа его жена крестила он принимал типа участие в румынской церкви это когнитивный диссонанс меня украинца у которого татарское имя крестили в румынской церкви азербайджанец интересно но кстати действительно выглядит как будто я брею ну просто когда бре очень тут очень скажем так типа такое место прямо видно но не может быть монобровить и она очень сильно идет вниз если бы было то вот так а я не помню больше он чуть компьютер свой не сломал да 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 вот это лысая голова козлиная борода это русский националист донецкий какой-то был не он русский националист считает себя да но он считает себя русским националистом вы же знаете он кстати не с донецком с россии у него акцент у тех кто живет донецкий они шок и типа того но нет не только у них там в общем указ каждой области в молдове там свои акценты есть и вот если вот например кто-то русскоязычный живет в кичневе у него другой мы живем у нас в каждом селе свой акцент вы я знаю даже вот это у татар к казанских у них тоже свой акцент есть и мусульман вот у нас у нас наша нация она состоит и от монголов ну понятно и от вот это вы там вообще блин загнивайте массаж делайте ну я к тому что папа российская да я понял не я говорю потому что типа все равно же то что крым оккупирован это понятно лучше конечно при украине но умные люди не пропадают нигде но это понятное дело но так конечно я за то что в крым стал я ни разу в крыму не был хотя вот сейчас хочу побыть именно когда он будет украинским обратно мы тебя будем ждать вот но это кстати 135 тысяч баксов это конечно да ну вы сказать 135 долларов ну зарабатывает ваша племянница не племянница родственники вас уже нет уже нет но сейчас сколько а сколько сейчас вот вы же были свидетелем этой оккупации ну конечно ну там же вот действительно приезжали самолет и вот как говорят и ну а вот запугивание именно вашу сторону были какие-то или или в сторону может быть ваших друзей знакомы что-то было на площади ленина нет я не видел но их не тронули там не полиция ничего она кстати на самом деле они оккупировали то что они мост построили это одно я ну вот действительно то что там вот эти россияне горящий типа вот мы там говорим что мост разрушится так то там уже был построен мост который разрушился я не знаю будет он стоять не будет стоять это все покажет во время это надо подождать но вот а насчет вот других русскоязычных вот смотри если поставлю или мост пустили только легковушки да а чё они за вы сказали очень не пустят то есть они в нем уже сами сомневаются на это да вообще есть такая традиция если мост когда запускается так а если он ну то есть через реку она может на лодке да это конечно страшно я бы не под одном ни один раз не сидел вот я буквально вчера смотрел как это блин самое день газ добывает у них и один блогер поехал туда и там у них получается тоже моста нету ледоход идет и показывать машины легковые люди снова что поехать составлю и поехать в новую любовь и надо чем из какую-то речку перни пыль а там моста нету ничего пользуясь его не кил один километр для стояния моста там его нету здесь от 19 они вбухали а так люди вот поехала на работу а назад вернуться не может он неделю стоит в очередь чтобы уехать домой я понял а вот само название татары это же вот когда раньше говорили типа вот монголо татары это же были типа монгольские племена и тюркские племена так у меня вот здесь вот соседка живет она самая румынка на есть туда в черновцы до черновцы когда-то были румынии у меня все оттуда у меня все украинцы они именно живут где-то там на горленице между румынией черновцами вот часто ездить а муж у нее русский и вот она когда у нас в гостях сидит она под нашу пляжи но я знаю то что румынии вы знаете что вот это анекдот румыния через две тысячи лет также будет ненавидеть коммунистов как и сейчас они знаете самая антикоммунистическая страна в мире по моему от румынии вообще они по-моему одни сам когда был советский союз самый больше там возбухали еще в те во времена они я забыл как этого звали чушетку он все уши скубили ну вот они румынии у них до сих пор в народе вот я общаюсь и у них там шутки про румынии про румына про коммунистов и даже недавно видел фольклор там где дед шутил что но не шутила горел ох уж эти коммунисты у меня у курицы и яйца украли ну кстати таким но не так было но то что вот нквдшники забирали я не знаю кто там точно забирал тоже зерно забирали это правда у меня дед рассказывал как они там стену прятали как пытались как-то закопать у меня детстве тоже воевал я уже на видео много раз говорил великой естественной войне за за советский союз там ну тогда все были как бы безвыходном ну понятно тогда там и многие сами хотели что у нас тоже был амид хан султан это не спасло того чтобы нас выселили всех оттуда ну а большая часть крымских татар сейчас не в крыму так я точно не знаю семи до десяти миллион только в турции живут в турции есть прямо села татарский жена моя как-то была где-то по моему году ну вот это кстати вот у каждой не ездила в турцию и там есть такая организация которая встречает наших кардинский татар там уставляют их в гостинице все такое вот и там они в турции самый богатый человек турции кардинский татар такой у него бизнес или что да вот у многих есть государство многих народов есть государство ну типа такой большой друг вот например как у молдовы от румынии вы знаете приднестровский конфликт кстати вот вот то что я вот вчера удивился вот у меня такой к я так обиделся на ум создать есть такая организация унсо то что они воевали за приднестровье они за молдову когда был приднестровский конфликт унсо организация воевала вместе с россией приднестровцами против молдовы и румынии это правда вот я зашел прочитал это капец ну другое дело то что унсо там тогда только советский союз распался они не понимают толком что делают 92 год вот я не думаю что сейчас я думаю они уже но не унсо не весь там сейчас в унсо уже кстати расформировали 2014 году ну то что там просто приднестровье очень много украинцев было вот почему наверное но я и то что может пропаганда подействовала них они все думали что вот жители молдовы хотят их вырезать то это по для поганда здесь она тоже свои дела ну понятно крыльцы вот у меня вот здесь а вселенная все хохлы и все нахуй за русский мир и она женщина почему вы меня дать изменником а люди не называет его как почему потому что ты изменник а люди не ты же за россию я же советский союз хочу ну советский союз получи советский союз получила что тогда ходила бухала что сейчас бухает да я кстати знаю одну у нас в селе русская у нас селе одна русская женщина бабка есть она уже умерла ей по моему было больше чем-то в общем у нее фамилия дедова чисто русская фамилия она ни разу жизни на русском она всю жизнь на украинском говорила она просто в какой когда была маленькая приехала сюда о моем селе все говорили только на румынском не на молдавском поэтому там только два языка там несколько между на русском и гури и потому что как бы селе про от чего самое интересное и вот почему я еще zawsze я украинец и так далее в городе тоже не могут сказать что они украинцы но ничего не по они знаят языка они не знают культуру они не знаю что такой галушки что такое как это венчаться на свадьбе и так далее вот это все чисто вот украинская культура и так далее там что такое иван окну его накупал и многие празднуют ну вот тоже там зелене свято когда от ореха листья нужно ставить в общем это языческое еще когда славяне были язычниками еще оттуда осталось украинцев вот и масленица у нас по другому я кстати знаю как на украинском будет масленица по моему также уж ты всегда говорили масленица хоть и всегда на украинском здесь поселился как я был водителем авторитета такого нету а потом когда у меня встал магазин я уже стал в авторитете то есть ко мне ходили магазин кому-то деньги уже надо было ему занять и меня стали в гости звать туда куда я до этого не ходил и попадая в одну семью у кардинская семья фамилия карчак у меня тоже знаю заканчивается на як до захожу сидим и в гостях и они так между собой на чисто на украинском начинает облезнование со мной на русском между собой на украинском за калитку вышли все у них только я тут тоже есть ватников куча правда их небольшинство что самое хорошее нет я говорю про молдову сначала только не сам белгами а немножко так влево впадала все и он посмотрите и подыщите мосты нет я вот ты вернусь и ты его не захочешь ну это пойму кому это весь не понимаете очень много подростков среди украинцев тоже среди молдаван который ничем не интересуется который курят да да а не аморфная масса я уже наглядился столько вот аморфная масса у них есть у меня просто VPN сервис чтобы вы знали там пишут украину я поставил VPN что писал я когда молдовь я в основном попадаю на румынию очень тяжело на россии попадать вот ну аморфная масса и так далее и безрано есть и по я вот недавно увидел детей ну маленький детишки вообще в украине насколько ну украина да что там по четыре года видео чате там я не знаю что они там делают но было человек 6 я говорю слава украине героям слава конечно аж легче стало как-то аж как-то приятно стало что молодежь мое поколение но нормально воспитывает который 99 год их нормально воспитали учили работ я работал еще вот это новое я не знаю что с ними будет которые новые но правильно что хотя бы их отдают вот уже не хотя бы интересуется румынским языком вот даже украинцы я в городе живу на я против который в селе у меня там их дают больше в румынские школы ну смысле у нас школа 1 у нас и я в русской школе учился просто не было украинской так бы я учился в украинской у нас по-моему два года был украинский язык как дополнительный потом шел и преподавала нами на одна подруга которая которая кстати знаете хорошо и румынский украинский идеально знает и то есть я тоже знаю украинский идеально можно спелкуваться вот но она именно знает писать я вот в чем прикол я на украинском писать могу ночь плохо с ошибками очень я могу только на румынском без ошибок я могу на русском писать на русском писать я на русском писать могу прямо ну вообще идеально могу там вот если будет какое предложение в общем обособить идеально запятыми и И на румынском могу хорошо все. А на украинском я пишу с ошибками. Ну понятно. Потому что я не учил украинский. А так вот только то, что читал. Хотя я всю жизнь смотрел украинские мультики, украинские телеканалы и так далее. Вот в чем прикол, до 2009 года я не слышал украинского языка. Того, на котором разговаривают в Украине. Я не слышал. Я знал только мой диалект. Украинский это карпатский диалект. С русскими словами. Это не суржик. Это карпатский диалект. И с румынскими словами. Вот у нас есть роки. Это вообще платье, кстати. Роки это румынское слово. Скопао это когда упустил. И что-то с рук упал, мы говорим скопао. Это румынское слово. Там очень много. Футус думнякатум эти это ругательство. Это бессарабское ругательство. Ну, бессарабия это тоже румыния. Я думынский язык точно не знаю. Но у меня здесь товарнич один есть. Он мент вообще-то сам по себе. И он именно оттуда вот с чем-то. Там румын очень много. Вот и он, когда службу начинал, он начинал именно где, на думынском, где с Говардией. И говорит, что выучить. Я, говорит, думынским владеем. Бандеря, Бандеря, Бандеря. Герой слава, Бандеря.